можно и вот они прекрасные кадры очень приехал на тренировку смотрю полиция стоит у входа таксист останавливается я смотрю они ломятся в зал и такой меня привезите чуть подальше вот сейчас миша тоже тут где-то подошел где-то за углом тоже шкерится сейчас мы с ним встретимся вот стоим курим ждем сейчас я вам покажу вот там может видно сзади у зала стоит мигает не видно ни хрена ну ладно расскажу чем кончилось в общем зал приехала полиция все тренинг в масках вот там сзади цср тележит с ними снимать их конечно не буду Кто не знает, в Южной Америке сейчас зима, у нас довольно холодно, а солнечных дней мало. Завтра один из таких дней и мы решили его не пробовать. Вот поэтому я арендую машину, мы с Мишей и с дочкой Андрея поедем на океан, ну беда знает, к Варужу, мы там уже были, вы видели в прошлом сезоне, мы снимали дом, вот в этот раз мы просто поедем на денек, покатаемся на доске, поедим бананов, побьем кокосов, ну в общем, сделаем все, что нужно. Чтобы беда нам завидует, кто вы знает. В общем, я приехал арендовать машину в компании Мовида. Я уже это делал два года назад, вот мы решили, что у нас несколько человек и дешевле взять машину на сутки, чем ехать на автобусах за единственные теплые выходные, поэтому я примчал вот к закрытию. Сейчас ребята оформляют, причем оформляют по моей старой учетной записи. Все просто, паспорт, лицензию свою берете, права. Не надо брать иностранную, просто со своими приезжайте, если что берете. Если брать надолго, там от 10 дней, кажется, или от недели, идет скидка. То есть на 3 дня взять столько же, сколько на 8. Мы добрались до океана. Доски. Тема, Ира. Пита. Ты же завидуешь? Бедоед что-то от нас хочет. Но фалу португиз. То и мы, короче, отправляемся купаться. Тема, ты соскучился по океану, скажи мне. Еще как. А что тебе приятнее, океан или зависть беды? Океан, конечно. Океан зависти беды. Океан. Короче, все сидят под этими зонтиками, чтобы не загорать. Голодные до солнца русские. Бледник постелен. Все, раскладываемся тапки, раздеваемся и в океан. Купался в первый раз, половил волны. Ну так, с небольшими приключениями. Океан, на мой взгляд, теплый, но такой соленый. Все ссадины на лице джиу-джитса капитально так дерет. Солнышко печет, 27 градусов сегодня. Мы не доехали до такого малолюдного пляжа. В итоге остановились на крупном. Но океан, океан русскому туристу не принципиально. Мы прям выделяемся. То есть бразильцы сидят все на стульчиках, под зонтиками. Что там кушают, пьют русские. А, пледик. А, все, вещи вот так вот покидали и сидим. Ну, в принципе, нам после Москвы и это хорошо. Ну, что, как искупался, Тёма? Нет, это только первый подход. Не отойди подальше от камеры. Как тебе океан, Тёма? Океан шикарный. А мне крем от загара попал в класс. Намазали тебе крем. А зачем тебе крем от загара, Тёма? Да, бледный. Но я загарю сильно. Неотъемлемая составляющая бразильского пляжа это ларечек с саями, да? В ларке с саями я купила сои с сгущенкой, с сухим молотоком, гранулой, молотыми орехами, клубникой, бананами и вот этим вот всем. Все классно. Карточки принимают. А вы попробуйте в Адлере расплатиться карточкой на пляже у кукурузника. Блин, вот нормально. Не сберем перевод, а нормально карточку приложить. А здесь вот технологии. Как мы любим в Куаре-Адже. Для всего остального есть мастер-карта. Еще неотъемлемой частью бразильского пляжа является кокось. Пей, кокось. Тихо, тихо, тихо. Хорошо? Хорошо? Шикарно. Прекрасно. Великолепно. Мне надо слова на R. Respectable. Росриреп. Росреестр. Приходил. Я все. Кстати, что классно? Пляж тоже dog-friendly. Народ с песиками. Люблю песиков прям. Дети в футбол играют, собаки бегают. Море шумит. Еще слово на R. Гуар-Адже. Мы в Гуар-Адже. В Гуар-Адже. Миша, ты как цыган. Ну охрана не видишь. Кок. Музыка. Музыка. Тоесть я вот чисто, по-моему, ноги напротив самой мажорной гостиницы. И здесь, кстати, находится какой-то дико-мажорный ресторан молекулярной кухни. Ну, то есть я Михаил Александрович П. Я ноги где попал, а мыть не буду. В Russian Edition пляж-отдых, вот девчонки сейчас решили здесь быстренько переодеться, пока никто не видит. А может покрывалом вам это натянуть здесь? Как в плацкарте. Вон, Тёма си, жопка в полотенчике. Ну, то есть, мы чисто из Адлера приехали, вот в Сан-Пауло, раз уж мы всё с Адлером сравниваем. И, в принципе, в Адлере хорошо, и в Сан-Пауло неплохо тоже. Ну, тут этого типа, который вот сзади стоит в синей марке. Это чисто местный, предприимчивый. Подошёл к нам, типа, вот, я послежу за вашей машиной, а то здесь парковаться нельзя. Ну, как бы намекаю, что мы ему за это ловешку дадим. Но на знаке написано, что парковаться здесь можно, поэтому тип был продинамлен, и вот стоит у стены, как одинокая проститутка. В общем, я приехал, сдал машину, и оказалось, что я в самом центре. Ну, вы помните, где был парад? Авеню Паулиста, по-моему, называется. Оказалось, что я ещё на одной линии метро живу, поэтому вместо такси я решил дочесать до метра. Сейчас поеду в Харам, там будет тусовка. По поводу ещё ограничений, выход в метро. Я вот сейчас захожу в метро. Выход в метро работает только один. Вместо, сколько там, два-четыре положено. Вот, пришлось обходить, чтобы зайти в метро. Посмотрите, во что превратился билет на метро. Просто распечатанная бумажка с QR-кодом. Фирулита, два года спустя. Стою в ожидании Uber, вот внутри дверей, наружу мне выхожу, пока такси не подъезжает. Какой-нибудь бомж до меня не докопался, там не попытался ничего выхватить и так далее. Бразилия, страна контраста. Бразилия, страна контраста.